Вы когда-нибудь видели, как, прости господи, люди жрут? Только не торопитесь с ответом. Заметьте, я не сказал «едят», я сказал «жрут». Помню, как в начале нулевых годов я первый раз оказался в Египте. И вот тут один из обслуживающего персонала египетского выносит такой поднос, наверное, штук 30-40 стаканов каркаде, суданская роза, чай, попросту говоря, местный. И по-русски, халява. Народ не оскорбился, понял юмор. Сразу же все выжрал. А вот совсем недавно сподобился я быть на Московском экономическом форуме 2017 года. Довольно-таки интересный такой формат. Это ежегодное мероприятие проходит в Москве, как правило, в корпусах МГУ. Собираются туда люди, ну не то чтобы оппозиционеры, а скорее со своим взглядом на экономику и на те процессы в экономике, которые сегодня происходят. Но чем этот форум знаменателен? Организаторы форума на халяву кормят народ. То есть периодически устраивают бесплатные кофебрейки, а в конце мероприятия происходит такой же бесплатный халявный фуршет. И сейчас, дорогие мои, вкратце опишу ситуацию, как люди жрут. Задолго до окончания форума народ выстраивается рядом с красной лентой. Красные ленты от народа огораживают фуршетные столы, чтобы не сожрали раньше времени, попросту говоря. Фуршет прописан в расписании в программе форума, когда он начнется. Народ выстраивается слоев в 20. Форум уже никому не интересен, который еще кончается, это завершающая пленарная дискуссия. Форум уже никому не интересен, все стоят, смотрят на столы. Примерно в течение получаса. Уже к открытию этой ленты народ стоит слоев в 20 минимум. Когда ленту открывают, вот эта толпа туда бежит, это страшно. Первые ряды занимают все вокруг столов. Еще 19 где-то рядов сзади к столам пробиться не могут. Первые ряды начинают хватать жратву, накладывать на тарелку. Но выйти они оттуда уже не могут, потому что их жмет еще 19 рядов. И поэтому они начинают тут же жрать. Как правило, без приборов, руками, просто жрут сразу. Ну вот, собственно, так это и происходит. А те ряды начинают нервничать, потому что эти сволочи жрут, а там никому ничего не достается. Потом они пытаются выйти. Как правило, половина жратвы с тарелок разлетается на пол. И тут же растаптывается. Очень неудобно, знаете. Ходишь, а там салат кругом. Салат, какие-то пирожные, черт натоптаны, бутерброды, масло. Навернуться можно. И затопчут к чертовой матери. Мужик, баба, разницы никакой. То есть мужчин и женщин там нет. Да, собственно, и пола там нет. Это масса. Поэтому бабу точно так же там могут пихнуть. Пошла к черту, дай канапе взять. Уже через 15 минут после начала вот этой всеобщей жратвы, весь пол завален кормом. Майонез находится на колоннах где-то на уровне полуметра. Как он туда попал, как он взлетел, не знаю. Трудно представить. А вот красная банкетная лента, втоптанная в жратву с грязью, лично меня навела на мысль о лишении девственности. Не спрашивайте почему, сам не знаю. Вот мы с вами и посмотрели, как достопочтенные господа и даммы в поте лица денно и ношно трудятся над разработкой альтернативной экономической модели.